здравствуйте друзья перед вами молодой человек смелый в отношении приемов которые внушались десятки сотни лет садоводов южные приемы можно сказать даже наглые есть такое понятие здравый смысл выбираем способ прививки а я привать начал с первых со второго года как только купил обыкновенную дачу 10 соток вот и уже туда знал ждать от сеянца от непривитого дерева поглощения много лет я даже боюсь озвучивать цифры чтоб не отбить его желание заниматься этим делом потом оказалось что можно постараться но как постараться афинский доказал это классик 19 век 20 вот это юг это украина это белоруссия молдавия прибалтика это юг и что он доказал надо конечно деревья будет урожай перейдем на север я в сибири и что я вижу деревья и так искалечены морозами такой черт их калечить чтобы они давали урожай выбирая способ прививки после посадки в лесу деревья растут на холмах зачем садить я бы чтобы они гнили посмотрим проверим здравый смысл настолько расходился с тем что печатали газеты журналы что иногда казалось что я попадаю в сумасшедший дом и да и никак не могу с ним выброс вот прививка 1 прививка раны маленькой быстро зарастает до конца ни одна не зарастает но маленькая не смертельная в другом случае рядом с черенком огромная страшная рана и что же за способ то такой и туда же мороз пойдет и так далее давайте сейчас полистаем там где нужно раскрыть какие-то конкретные цели но там я все-таки добавил современных фотографий но ориентировался больше на старый почему я хочу чтобы вы прошли этот путь быстро быстро так же как я вот еще быстрее так я проверяю идет запись вроде бы идет и так мы молодом абрикосовом саду вот интересы было когда у меня заполносил абрикос королевский тут у меня вездах два сорта два ветки вы как хорошо поляли друг друга если бы не соседский сарай это сразу не видно его вот те черно за моей спиной двух метрах двух с половиной стена соседского сарая если бы эти ветки не легли на сарае то что вы видите зелененькие это рядом яблони растет вот а абрикосов я смотрел если бы ветки не легли на сарай под огромной тяжестью вот боже мой и так практически каждый год первые годы не было весенних забросков страшных я уже считал что все я на седьмом время это потом появились проблемы ну когда ты до них дойдем так перед вами королевский плюс серафима более красным это серафим ладно а вот это еще был двадцатый век восемьдесят четвертом я купил я начал хозяйничать а в девяносто втором я уже взял землю под промышленный сад вот смотрите восемь четверть двадцать два восемь девять лет до восемь вот и уже в наговоре начал это садить сотнями яблони промышленный сад вот а этот промежуток давайте заполним вот эти восемь лет ведь это очень быстро пришло от этого от картофельного поля десять суток до того что случилось то что перед вами это подчеркиваю двадцатый век вот учился на бегу и так если бы я садил это я не моем саду сделано просто еще тогда не было фотоаппарата такого как сказать современного скажем так вот и тогда я обнаружил у знакомых который я рано начал продавать саженцы не надо было решаться расставаться с заводом я начал добивать руку слава пошла мгновенно и меня пригласили и сказали умирает абрикос я раза 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 это ну я и учился сам потому что да я никогда не садил в ябы я бы но тогда не то что интуиция ну нельзя садить я бы я был уверен в этом но такая слабая основание штаба абрикосов я сам не знал тогда вот огромными проклятиями осыпаны осыпаны кроны именно груш и поможет на россии уже старт говорил вот так вот это яблони даже растет а груша вот так это их природа я уже скоро что разговаривал надо баллической разбираться нет требовалось половину треть веток обязательно уничтожить остальные согнуть ну и к этой груши я не подходил результат вот он вот это все сказки что надо обязательно искалечить дерево вот чтобы туда всередку проходил солнце а вы знаете что это одна из пяти веток без секрет это есть фильме поэтому обмануть я вас не могу это одна из пяти веток свесилась с соседям дерево раскрылась и без всякого искусственного осветления без страшных ран дает такое урожай вот это сварок и так много требуется то есть я семечки продаю как обычно на подвой она тоже у меня рано довольно появилась вот ее распространяла суботинская станция вот я подружился с его директором опытной станции и тогда я установил ее происхождение этой груши вот у нее оказалась огромнейшая невероятного морозостойкость благодаря тому что одним из двух родителей была уссурийская дикая груша а 2 родители роскошный сорт из франции получилось серединка на половинку молодое дерево довольно вкусное вот в этом возрасте когда она достигла вот это 15-летнее дерево она из-за огромного рожая ей просто не не хватает глюкозы а урожай такие еще раз говорю один из этих самых дико уссурийская груша с невероятной стойкостью но она не съедобная получается полукультурная и тогда я первый урожай снял то есть снял собрал я никогда не собираю деревья не калечу плодушки но это именно у меня сад экспериментальный селекционный а вот этот урожай я уже не трогал мне всегда интересовало очень много нас заставляет с вами так сильно много заставляют работы в саду придумали если уже не заставляет перекапывать чаще всего перекопать надо это тяжелевшая работа тем более она очень опасна для дерева для червей для ценных муравьев и прочее а если заставляет то все равно переграбли выгребает вот это вот полугнивое а потом зимой под снег уходит гневые плоды это считается источником дичайшей опасности даже повторять не хочу а я железо что говорю а я говорю следующее никакой опасности ах там еще на плюс еще листва и там гниют плоды там это все является кормежкой для страшных зловредных насекомых это все надо выигрышки как можно дальше вывести вот ладно бы в компост еще и подальше знаете когда в 84 году я ходил по красному хутору 85 86 87 эти первые годы я понять не мог что творится по не было асфальта сейчас хотя бы грунтовка а то было просто черная земля что вы хотите теперь много ли сюда денег вкладывали вот а таежный тупик шушенский район вот как при ленине было так и сейчас и вот глубокая колея глубокая колея это машины едут я сам застревал до центральной улице тогда девятки что вы думаете вот люди выносили все что скашивали или просто собирали уже появились журналы уже появились газеты где требовали вычистить все из сада вот сейчас кажется глупо а ничего не изменилось это один коричок на всю планету прекратите выгребать так вот выгребали уносили на центральную улицу и эти глубокие колеи скошенную траву листву все что сада вот туда именно почему туда я понять его могу то есть понятно в саду полная чистота чистота стерильная но тогда деревья получались ограблены 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 вот все что вы видите прошлые листва и плоды которые я не стал собирать потому что было слишком много это часть дерева и все это вернется в дерево если не мешать цепочка будет работать и будет следующий урожай вариант 2 это я в то время я начал запечататься в газетах и вот это вот я две схемы рисовал сам личность вот это я не рисовал это я взял готовый вот именно вот так это из публикации причем не одного это прямо вот обязательно надо было чтобы вот тут вот было нарисовано вот так и слова обрублены корень нет бы добавить хотя бы максимально сохранить при пересадке почти невозможно но сохранить максимально корень вот что надо а новички я надеюсь что меня новички будут смотреть вместо этого взяли обрубленный корень и что интересно здесь страшные вещи бордюр раз это значит что здесь селедки будет гнить по такому принципу гнить будет яблони нет груши и абрикосы особенно те те вообще обречены вот так что бордюр ни в коем случае и посадили корень обрубленный крона нет а кто кормить крону будет ну невозможно выкормить отрубая отрезаем через кроны это обязательно это святое и наконец это уже в железо прям сам своей рукой нарисовал и так заращиваем травой не обязательно поливиться если даже просто косить то что есть образуется дерн из того что есть дальше отступаем от где-то на полметра на метр и можно вокруг переглаем трес изолы насыпать отступив вы собой собой это обязательно холм видите это холм ну еще немножко это тут к сожалению не видно каком году но это с первой боеврожая если брать где-то году к 90 еще раз приехал в 84 85 весной купил дачу получается что это где-то через пять лет восемьдесят 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 девято девяностое и наконец у меня своя не отравленная пища почему так быстро еще раз говорю я включил мозги я переснял сразу не делал так чтобы деревья калечить просто не делал этого за меня это делала природа приближая урожай это есть в этой сибирь а специально калечить как учат большинство ради урожая и этого не делал и делал с тех пор и 40 лет не делал красиво да посмотрите вот так вот сейчас видите вот случались чудеса какие один раз у меня вдруг два плода вот они два плода солерка красными а ничего этого не предвещало потому что садил абрикос желтый тогда мне закрались первые сомнения а все не так просто посадишь пример желтыми плодами будут желтые привез красными красные привез синими будут синие привез белыми будет белое нет потом оказалось что а подбой влияет влияет хотя наука сейчас стоит это самое на своем порно не влияет вот ну ментор это еще не это не мегативная гимнация ментор это еще не внедрение не вторжение это самым геном вот днк ментор это так почти случайность и тогда получается подбой влияет ну перекрасное опыление потомстве понятно но здесь то прививка вот может ветром надуло я так полушутя я тут не исключаю вариант но и остается одно о чем упоминал имени Мичурин есть еще и дедушки и бабушки вот так современная фотография где-то я сделал лет пять назад вот это о том что достигла совершенства сама технология вот кто то у меня покупает у меня минимальный заказ 40 косточек ну давайте учу ведь высылаю методические материалы чтобы 40 ну хотя бы 30 деревьев было это не мало у меня вебинар был если сегодня у нас среда четверка понедельник был вебинар так вот 28 дня дворя и тогда я там приводил пример прошу прощения вы знаете а вдруг потери я даже не буду вас отключать алло здравствуйте нет да да это я а очень приятно я хочу вот вас поделиться я тоже любитель такой же как вы и похож на вас только живу я в Шрюлянке на Байкале о и вот хочу посоветоваться у вас если приобрести эти саженцы какие то у нас они приживутся нет прижиться приживутся но дело в том что Байкал понятие большое например знаете а давайте поговорим прямо об этом у меня сейчас включена запись я вы попали мне на середину фильма снимаю прям вот я сейчас ля-ля-ля люди еще не слышат но идет запись фильма вот так и как раз вы позвонили ну почти по теме почему я фильм будет называться железом для ранний железом для новичков вот и вдруг судя по вопросу вы тоже далеко не этот и ветеран вот смотрите я скажу да пусть это будет частью фильма почему нет 5-минутный разговор ладно хорошо говорю вам послушать сотни итак смотрите значит вы сказали на Байкале да для меня Байкал это от гора это знаменитая песня это братская ГЭС там где ГЭС там десятки километров не заменяющая не сей там микроклимат нет вы не там нет жалко это город судянка юг Байкала ладно идет летом спасибо у нас до села домик есть сад есть яблоки больше не растут ну все что то не вымерзает некоторые дела то надо как то условия у вас приобрести эти саженки давайте так раз вы все таки вы не совсем мы с вами будем единомышленниками готовы саженцы это к сыну Сергею и невестке давайте запишите телефон невестке и вы раздобудите у нее саженцы ну давайте давайте ага давайте Татьяна Александровна Железова готовы записать Татьяна Александровна Железова вот так Железова 8 913 8 913 444 444 444 31 31 78 78 78 А там уже будет разбираться безумие если когда-то вдруг вас потянет на настоящее садоводство в семье где климат очень жесткий я рекомендую садик он очень жесткий но такой средний мне все равно Сибирь я вот о чем говорю дело в том что сильно роскошные у меня сорта я сам не верю сейчас ущипну себя вот сейчас щипаю да вот у меня на экране будут не вот этот роскошный сад а эти аронетки и больше ничего а когда-то сибирьки с этого начинали а вот сильно роскошные нужно определенные правила соблюдать если коточку посадил уже не пересаживаем если уже потом ее привил на этом же месте не пересаживаем видите это я говорю не только вам но и всем и вот тот сад уже точно вы говорите будет ли вот такой сад по такому принципу будет вот а так ну что на рынок вас отправить вас обманут сто процентов вот я вот тоже любители везли беру и вот одно яблоко радует у меня тут желтые зеленые красные крупные хорошее у меня устраивает вкусовые качества хорошие но они это почему-то некоторые погибают а я вам сейчас скажу допустим вы нарвались на добросовестного продавца раз у вас что-то было на будущее и вам говорю и всем говорю значит так вы обязательно должны приобретя саженец посмотреть на как искалечены корни так они обязательно будут искалечены вот если даже в горшках продают они засовывают горшки не выращивают в горшках а продают а потом человек приходит начинает все развязать горшок не дыша вынимает а корни голые вот ком вот вот этот момент вообще к вам лучше как обращаться чтоб вы саженцы какие мне там нужно выстрел выстрелы и надо подъехать или как дело в том что решать конечно вам Байкал это далеко ну вот с этого в Сырковской области постоянно ездит допустим отец моей невестки Татьяны вот сейчас он приехал на день родителей это как знаете как бешеные собаки 100 верст нигде ни расстояния так и тут а вот до другого тяжело я бы не поехал а по у него очень большие у Сергея коробки очень большие влазит довольно солидные саженцы одно-двухлетние но корни максимально сохраняем максимально а крону половину или треть отрезаем чтоб и коробку влезло и чтобы обязательно вы даже где-то на рынке приобретете саженцы поверите что он настоящий ни с этого ни с Голландии и все равно половину отрезайте надо сбалансировать без этого любой саженец это я уже вбиваю в голову но не все же меня слышат любой саженец пересаживаю даже если я сам себе пересаживаю максимально стараюсь сохранить корни и все равно я пол кроны отрезаю без всякой жалости хотя у меня всего пересадка надо занимать несколько минут не несколько дней не месяц они же знаете в магазинах стоят месяцами портятся ну вот коротко давайте закончим до этого разговор давайте дело в том что у меня Красноярский друг живет там же недалеко может его подослать к нам ближе к теплу туда или он приедет но все равно 400-500 кб так что раз если будет совсем близко все таки Шушенский район далековато с Красноярской но лучше к вам обратиться ближе к теплу нет 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 смотрите сейчас Татьяна договаривается берет предоплату вот человек сидит там заплатил а саженец уже вот у меня на экране передо мной как раз питомник так Сергей так вот значит в комиссии все уже как бы заранее продано по предоплате поэтому заводить сейчас сейчас а дальше как сложится разговор часть уже нет саженца полностью проданы уже нет они еще питомники но их уже нет у них уже есть хозяева ну а нам как никак никаких саженцев кроме огольку ушел там почему давайте так второй этап вы можете мне по ватсапу выслать запрос пришлите в каталог или по e-mail как там называется или по электронной почте пришлите в каталог и вы увидите что там есть все вплоть до персиков давайте еще раз не ко мне а к моим детям понял как можно раньше чуть ли не сегодня сегодня завтра только поздно вечером они не отвечают рано спать ложатся хорошо хорошо ну сейчас связываться надо или так повторяю к весне вы наверное меня не расслышали к весне они будут саженцы питомники но они будут уже проданы на них будут бирки висеть Иванов, Петров, Сидоров уже проданы будут вы просто в основе ничего не купите половина примерно уже сейчас продана давайте еще раз я этим не занимаюсь это все к Татьяне я вам продиктовал телефон все понятно все спасибо это я хорошо не буду отнимать вас ладно но это все равно на пользу это вошло в запись фильма может не один еще услышат люди ну давайте пока спасибо вам спасибо вам большое пока не за что всего доброго всего доброго до свидания ну ладно хорошо спасибо за совет вот смотрите вот здесь вот растут это все однолетки потом то что на фотографии некоторые из них останутся навсегда и перейдут в разряд маточного сада вот вот то есть все таки второй вот то что мы поговорили с байкальцем видите уже приглашает уже гостевой дом да поехал бы был бы моложе так и получается следующее очень легко очень легко вырастить сад если начать например сад сад дорогие и дорогие начать с продают продают а здесь так просто 40 штук допустим да половина всего зашла сад из 20 априкос которые будут лучше чем на материнском дереве сто процентов вот вот вам пожалуйста пример а когда ты начинал как все ну а потом шло время вот получил вот такая такие чудеса кстати фотографии тоже присвоила добрые 10-20 этих плодопитомников хотя это самое боеское самое скромное только красивое вот ну и наконец вот так хранятся в погребе косточки это старая фотография их давно уже нет итак давайте сейчас а мне все время брат говорит что-то тут это надо чтобы хоть немножко они были рекламные 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 ну допустим допустим каталог 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 да закончить разговор надо знаете как заказывайте вот этот вот каталог это как раз по семенам вы многое прочтете вам много станет понятно здесь много советов вот мне никто не советовал у меня за несколько лет получился шикарный сад вы же видели я ничего не выдумал я через 7-8 лет уже статьи печатал наглую в Красноярской газете потом в Москве вот они пожалуйста цены вы скажете ой как дорого тысяча рублей сорок штук если получится 20 деревьев которые год через год дают по 20-30 ведер вы же не будете обижаться на 25 рублей за косточку вот книги тоже это моя это гордость вот видите вот эта книга заканчивается полторы тысячи стоит бумажный вариант вот есть электронные книги вот они пожалуйста брошюры 50 рублей если 4 штуки купите будет 200 а если одну то уже не 50 рублей а 100 вот супер книга она одна отрицает все миллионы книг и сотни миллионов газет и журналов одна одна отрицает все это вот так и получилось ну такой человек оказался сам не ожидал учебные диски вот они видите это удивительные диски если еще у кого осталось возможность смотреть на диски значит это это аппаратура считайте вам повезло 300 рублей за диск местная цена вот а я что с этого получаю 40 рублей стоит болванка то есть пустой диск вот отнимите пересылка в пластиковом пакете я за него плачу отнимите вот и так далее получается я вам почти бесплатно предлагаю или просто нажал на кнопочку и вот диск у вас привычные ножи это правда не мое произведение моего друга волшебника за то какие ножи делает вот это реклама вот 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 ну а дальше самое приятное все все это должно перейти ваш сад самых простых видите роскошных и только все я уже еще быстрее еще быстрее еще быстрее еще быстрее интересное да бабушку дедушку соседок чертеж знает сердце пятый шестой год мы с плодами привитые на третий четвертый год хотите такие будете иметь вишни черешни войлочные вишни першики все все настоящее сливы роскошные сливы роскошные ну что ребята будем заканчивать всегда долго я это рассказываю самые сладкие груши еще кое-что кое-что еще имеем все это все меркам давайте будем на этом заканчивать вот значит есть у меня специально заказывайте каталог тогда что будет сказать вот сейчас можете вот это все когда посмотрите фильм вот это все для вашего этого не стесняясь домашние отреждать телефоны дать вот вот мой этот самый электронный адрес вот где ватсап по этому телефону самое простое сейчас народ все умеет вот 960 776 8672 и вы на ватсапе запрашивайте каталог самое сейчас легкое раньше вот это было не так уже это можно набрать в яндексе в гугле три слова сайт по-русски сайт и там все информации там много материалов из которых вам сад не вырастет я каким-то чудом выросил за несколько лет вот так друзья эти несколько лет вот это стало длинной дорогой будущее вот длинной дорогой начинайте так как я начинал вам будет проще вы не наделаете ошибок вот потому что всем нам вам где-то нет садить в ямку для полива вот чтобы гриль кроны неправильно обязательно нижние ветки отрезать чтобы был штамп осветлить крону чтобы туда солнце проходило и дерево мало того что а белить тоже не надо видите как как я вас заманиваю вот деревья обкапывать не надо рубить червей муравьев вот нижние этажи дерева должны быть и прикосновенные никакой лопаты видите сколько я успел сказать для новичков все друзья прощаюсь с вами вот но ненадолго до вашего заказа